Hello! Думаю, те, кто смотрят мой канал или вообще любые каналы схожей тематики, знают, что рисование это прикольно и лично я очень люблю рисование. Однако, все ли так радужно с этим хобби, которое может перерасти в постоянную работу? Досрочный ответ – нет, нигде не бывает без косяков. Даже у нянек панд есть свои сложности, хотя все, что тебе нужно делать, это составлять компанию чертовым милейшим пандам. Но сегодня на роли второстепенной темы я все же хотела поговорить о рисовании. Однако перед этим давайте все же разберемся с тем, что происходит на экране. Я опять придумала какую-то странную развлекуху. Если бы вы их еще смотрели, то я бы вообще только этим и занималась. Ну короче, я написала художницам, которых знаю, с просьбой нарисовать персонажиков с помощью граффити в ВК. Если вы знакомы с великолепно искусным интерфейсом граффити в ВК, то скорее всего знаете, что цвета там ограничены и рисовать крайне неудобно. Честно говоря, я планировала рисовать каждого персонажа по очереди, но давайте не будем меня осуждать, я просто покажу их всех разом. Начнем с персонажа моей дорогой подруги, которая рисует лучше меня. И приложив максимум своих усилий, она смогла выдать вот такой результат. По ее же описанию, это секси солнечный мальчик со своей любимой игрушкой. У него очень светлые волосы и брови, а глаза подведены красным. И его зовут Юяке. Имя звучит максимально странно, но это общая черта всех сегодняшних персов, так что привыкайте. Вторым будет персоналы, однако посмотрите, я рисую на экраннике. Давайте посмотрим на него поближе. Это же Artisol D16 Pro, одна из самых популярных моделей этого бренда. Что у нас тут? 8 настраиваемых кнопок и RGB колесико, которое можно забиндить еще на кучу дополнительных функций. Также тут у нас подставочка, стилус с двумя настраиваемыми кнопками, 8192 уровнями нажатия, быстрым откликом в 300 кадров в секунду, поддержкой наклона в 60 градусов и возможностью калибровки стилуса с планшетом, чтобы все было комфортненько. Еще в комплекте мы имеем пенал для пера. Я все еще считаю это довольно странной приблудой, но пускай будет. Также есть блок питания для зарядки с европейской вилкой и внушительные моточки проводов, но у меня не возникало сложностей с их подключением. Как приятный бонус имеем перчаточку, тряпочку для протирания и мануал с ссылками, где можно скачать драйвера. По цене Artisol D16 Pro довольно доступный по сравнению со средней ценой на рынке. Также у меня где-то на канале лежит обзор на еще более бюджетный вариант этой модели Artisol D16, так что вы можете ознакомиться еще и с ним. Конечно же вы можете найти ссылку на нашего сегодняшнего обозреваемого Artisol D16 Pro в описании. А мы продолжаем. Возвращаемся к персонажу Налы и давайте оставим хоть какую-то интригу, как выглядел оригинал ее работы. И перейдем сразу к средней. Эту девчулю назвали с помощью генератора японских имен, так что звать ее Минами Накаяма. В целом вы и так это не запомните, так что пофиг. Вот так выглядел ее оригинал и мне она представляется отличницей Dead Insight с нотками деспотичности. И пока вы задаетесь вопросом какой там был оригинал у Налы, я перейду к минусам рисования. Вот такая я злодиака. Первое это большая конкуренция. Я понимаю, что это может звучать неправильно, мол никто тут у нас не соревнуется, но я сейчас объясню, что именно я имею ввиду. Неважно задумываетесь вы о получении денег за работу или нет, творцам нужны зрители. Вы опять же можете говорить, что это не так, но тут либо деньги, либо зрители. Иначе этого навыка по сути не существует. Но не парьтесь, любое творчество этим страдает. Так вот о чем я. Рисование практически вседоступно. Не зря оно с нами с самых пещер. И из этого вытекает проблема, что зритель, готовый смотреть на рисование, имеет очень, очень широкий выбор. И ваши работы легко могут пройти незамеченными. Не говоря уже о попытках продать свои арты кому-то. Выделиться очень сложно. Любая из ваших стилистик будет на кого-то похожа. Да и азиатской комьюнити уже успели нарисовать лучше все, что только могло прийти к вам в голову. Второе. Неуважительно-несерьезное мнение о профессии в массах. Если вы хоть какое-то время посвятили рисованию и ведете паблик, или хотя бы показывали свои рисунки знакомым, то наверняка сталкивались с просьбами нарисовать вам бесплатный артик. Если вы уже успели набрать какое-то комьюнити, то сюда же приписываем предложение поработать ради портфолио. В среде ютуб-художников, рисующих на бумаге, встречала проблему только бартерных предложений от художественных брендов. То есть тебе придется делать целое видео условно за упаковку акварели. Однако я не совсем из этой сферы, так что осветила эту проблему чисто для количества. Также несерьезное отношение комьюнити очень неприятно бьет по ценам за арты. Ибо зачем платить так дорого за какой-то арт? Действительно, зачем платить врачу за какой-то там вырезанный аппендицит? Там же пара надрезов, или зачем платить спортивным тренерам, им что жалко объяснить просто так? Ну вы поняли, все такие люди в теории могут сделать лучше, но просто не умеют. Действительно удивительно. Если вам показалось сравнение врачей и художника слишком резким, то тут суть в знаниях, которые ты получил за время практики. Ты берешь оплату не только за саму работу, но и за знания, с помощью которых ты можешь ее сделать. Работа может занять не очень много времени, но ты можешь ее сделать только из-за знаний. И то, что условно займет у тебя час, не сможет получиться у другого и за месяц. В этом суть. Третье. Профессии, связанные с творчеством, ведут за собой творческие выгорания, много сомнений и неизбежные неудобные моменты при работе с людьми. По сути, вы можете сказать, что любая работа ведет за собой неизбежно плохие эмоции. И я ни в коем случае не обесцениваю другие профессии, просто освещаю именно то, что ждет вас на художественном пути. Вы точно рано или поздно встретите неугомонного заказчика, которому все будет не так. Или возьметесь за слишком масштабный проект, который будет морально сложно делать. Это может быть просто резкая временная апатия по отношению к рисованию, горящие сроки, ненависть к себе за то, что ты не рисовал слишком долго. На почве отставания от других художников или чувства, что сделал недостаточно. Когда ты создаешь что-то в среде, где у тебя тонны примеров, с чем сравнивать, это вгонит тебя в негатив рано или поздно, даже если всяческие приободрительные тексты говорили тебе этого не делать. С этим приходится мириться. Четвертое. Не самая стабильная стезя заработка. Да, на рисовании можно зарабатывать очень много, и также можно зарабатывать очень мало. Опять же, из-за большой конкуренции художнику сложнее найти заработок, ибо если скромничать, то можно очень хорошо пролететь. В сфере художества довольно неплохо развита стезя заработка без официального трудоустройства, если сравнивать с другими сферами. С официальным вариантом в целом все ясно. Тебя приняли, и ты получаешь фиксированную зарплату. Однако, если ты художник, то у тебя есть возможность рассмотреть и другие варианты. Полиграфия, мерч, фриланс, работа на стоках, и нет, это не лазать по мусоркам, а это другое. И все такие работы несут за собой долю случайности. Прилетит ли мне выгодный заказ в этот раз, или же следующие две недели едим гречку. Я, конечно, утрирую, но некоторым людям такой заработок чисто морально не подойдет. Точно, давайте я покажу, как выглядел оригинал Налы, и мы продолжим наш парад странных имен. Знакомьтесь, Асирисис. Жаль, ее четыре ноги не поместились в кадр, но вы просто помните об этом. Ставьте лайк, если хоть примерно помните, как зовут остальных. Да и вообще, лайки это супер важно, и этим вы максимально поддержите мой канал и замотивируете меня делать новое видео. Спасибо всем, кто не поленился, вы няшечки. Пятое. Когда рисование перерастает в нечто большее, чем почеркули, оно оказывается чертовски дорогим. Не важно, как именно ты рисуешь, это всегда дорого. Любитель бумаги, посмотри на цены на профессиональные или полупрофессиональные краски, кисти, лайнеры. Чтобы купить маркеры не с Алиэкспресса, придется заложить дом и несколько органов. Даже бумага стоит чертовски неприятные суммы. Что насчет диджитал-художников? Для многих кусается цена даже бюджетного планшета. А если еще сойти с борта нашего с вами пиратского судна и посмотреть на реальную стоимость программ, даже саи, в котором я сейчас рисую, стоит 3500 рублей. А если посмотреть на фотошоп, за подписку нужно будет отдавать по 1500 рублей в месяц. А например, клип студиопейнт, многие предпочитают ее даже фотошопу, обойдется за 3600 за обычную версию и в 16 кусков за про-версию с возможностью анимации и утилит для комиксов и манги. А это я еще не говорю про железо, которое хоть минимально должно тянуть ваши хотелки. В общем, не занижайте ценники на арты, что тут еще сказать. Шестое. Непрошенная критика. Этим заголовком я хотела обозначить весь негатив, который может свалиться на вас из уст и пальцев диванных критиков. Опять же, это в целом актуально для любого, кто пользуется интернетом. Но когда непрошенная и часто неконструктивная критика направлена на ваше творчество, это может задеть особо ранимых личностей. Да и даже более стойким, все равно это будет не самым приятным зрелищем. Скажу лично за себя. Я не знаю, как так вышло, но даже при не самом высоком скиле у меня сформировалась довольно приятная комьюнити. И я бы не сказала, что часто получаю критику в свой адрес. Но тут раз на раз не приходится и к какому-то проценту негатива все равно придется быть готовой. В целом, это основное, с чем вы столкнетесь. Однако, если я что-то забыла указать, то вы всегда можете залететь в комментарии. Также пишите, жизненные ли для вас те минусы, что я назвала. И в целом, как вам мой рисуночек. Также-также, я планирую скоро сделать видео с ответами на вопросы. Так что залетайте в группу ВК или Инстаграм. Там вы можете спросить то, что вас интересует. Еще раз сильно прошу ставить лайки, ибо это супер важно и это лучшая поддержка. Чекайте ссылки в описании. А с вами была Илоняна. Еще услышимся, надеюсь, не через две недели. После видосное включение. Я не ожидала, что мой перерыв затянется так надолго. Но если опустить все лишнее, то в большей степени это связано с моим переездом. Да, теперь я живу одна. И коль мы с вами встречаем Новый Год, то желаю вам творческих прорывов. Чтобы ваши арты не переставали казаться красивыми уже на следующий день. Чтобы арт-блоки случались нечасто. И чтобы всегда вы были полны вдохновения и выдержки выворачивать всех ваших тараканов на холст. Всех с праздником!